Привет, друзья! Вот выходит ко мне парень молодой и задает очень серьезный вопрос. Он говорит, мне нравится ваш ключ, только я ничего не понимаю, с чего начать, чтобы я полностью прошел его и научился тому, о чем бы там все время говорить. Я говорю, ну, во-первых, у нас есть школа. Школа эта находится на YouTube-канале. Там много теми. Много-много разных роликов. Да, я, говорит, как раз оттуда к вам и пришел. Во-вторых, у нас есть сайт. Стрессу и ХСРУ. Надо посмотреть хотя бы десяток роликов, чтобы войти в тему. А потом ты ко мне выходишь, например, на бесплатном ликбезе. В Zoom выходишь, задаешь вопрос, который тебя конкретно интересует. Или на вебинаре. Вот у нас скоро будет вебинар для продвинутых. Но поскольку ты новичок, ты поэтому выходишь на те ликбезы и те вебинары, которые будут не для продвинутых, а те, которые хотят начать сначала. Объявление будет. У нас в сетях всегда есть объявление. И в Facebook у меня на странице, и в ВКонтакте у меня на странице. И на YouTube мы объявляем. Вот как сейчас. Что скоро будет вебинар для продвинутых. Это те, которые будут задавать вопросы по существу. И тут же я буду давать ответ. В Zoom это удобно, потому что я вижу, потому что человек мне говорит, я вот делаю ваши приемы, например. А у меня не получается. Ну я говорю, ну давай покажи, как ты делаешь. Во-первых, в YouTube это получается супер тренировка. Да, общение, выработки таких навыков, когда на тебя все смотрят, ты зажат как бы. А потом делаешь приемы, тут же раскрепощаешься, уже говоришь по-другому. И эти навыки на всю жизнь. Потом ты несколько раз посмотришь эту ленту. Это важно, несколько раз посматривать. И когда ты несколько раз повторишь эти приемы, у тебя выработаются навыки. И ты с другим человеком будешь говорить, раскованно, свободно и всегда выбирать, когда тебе быть скромным, и когда тебе быть уверенным, у тебя появляется выбор. Это первое. Во-вторых, там есть стратегия и тактика, если ты новичок. В стратегии тебе надо понять, для чего тебе это нужно. Ну, например, я же не знаю, для чего тебе это нужно. Как я могу ответить тебе на вопрос, с чего начать? Может, ты готовишься в космос. А может, ты готовишься к соревнованиям. А может, ты к переговорам. А может, ты хочешь сдавать экзамены. А может, ты просто хочешь выздороветь от радикулита. Откуда я знаю? А там в зуме все видно. Но есть стратегия в нашем методе ключ, которая отличается от всех методов. Она заключается в том, что все приемы, они синхронизированы с текущим твоим индивидуальным состоянием. И ты осуществляешь там подбор путем перебора именно по критерию индивидуального соответствия. Там все это в роликах есть, и на ликбезах, и на вебинарах. Я многократно об этом говорил. Принцип подбора путем перебора, который сам по себе развивает креативное мышление, способность быстро думать, принимать неординарные решения в условиях жестких временных ограничений и так далее, и так далее, и так далее. О ключе можно говорить много. Там много граней и много возможностей. Так вот, стратегия. Во-первых, ты знаешь, для чего ты это хочешь. А тактика? Если ты мне вдруг ответил, вот как это было, что я делаю упражнения на будущее. Я не собираюсь сейчас в космос, не собираюсь сдавать экзамены, я хочу как таблицу умножения выучить, чтобы потом быстро променять жизнь, когда надо. Но справедливо. Справедливо. Но когда я делаю упражнения, я не знаю, я правильно делаю или нет. Поэтому надо проверять жизнь. Вот это стратегия. Чего ты хочешь? Для чего эти приемы? Потому что это ресурсы многоцелевого назначения. Они помогают. Первое. Снимай зажимы. Ведь ты, если зажимы снимешь, тебе же легче и контрольную сдавать, и на экзамене выступать, и вообще в ораторском искусстве превозмочь себя. Причем, когда ты зажатый. Правильно? То есть там есть приемы раскрепощения. Они короткие. По минуте. Но когда ты их несколько раз делаешь, допустим, перед ответственной ситуацией, то потом у тебя вырабатываются навыки и ты уже в ответственной ситуации можешь их не делать, а только вспоминая их, у тебя тоже появляется раскрепощенность и уверенность в себе, и ясность ума. А есть методики? Да. Разгрузки. Это такая практика санаторная. Когда ты выходишь на нулевое состояние, от всего отвлекаешься, разгрузка. Это такое чудесное состояние, когда клетки мозга насыщаются запасом питательных веществ, кислородом, когда включается внутренний аптек, когда ты после этих упражнений синхронизируешься, они дольше делаются. Дольше. Вот разгрузка, я часто употребляю такую аналогию, как алкоголь. Это 50 грамм для храбрости. Это до уверенности перед какими-то ответственными ситуациями. А разгрузка, а разгрузка, настоящая разгрузка ключевая, это я, ну так, фигурально говоря, бутылка. То есть, когда ты бутылку выпьешь, ты сидишь, и тебе все пофигу. Ноль. Нулевое состояние. О чем бы ты ни думал, тебе все равно, потому что в этот момент мозг переключился не на расходование энергии, а на восстановление. Ты там выздоравливаешь. Ты там наполняешься энергией. Ты после этого, когда курс пройдешь, разгрузки, а это делаешь или один раз, там несколько там занятий поэтапно, допустим, целый день, два-три раза делаешь, или один раз делаешь, один раз, ну, 20 минут или 30 минут. Там есть критерии свои, там посмотришь. Это все есть в роликах. Я много раз об этом говорил. Или ты делаешь неделю, все зависит от того, какое у тебя состояние исходно. Если ты болен, конечно, допустим, ты проводишь курс. Там будет и 6 занятий, там и 8, и 12, может быть, ну, как курс лечения, как массаж, допустим, ты ходишь, или галтерапию ты ходишь, курс проходишь, или психотерапию, курс. Но делаешь это сам. Никуда не ходишь, экономишь деньги, не стоишь в очереди, никуда не ездишь. Дома взял удобное время, делаешь разгрузку, и ты попал в санаторий. И ты там сидишь, как будто ты лежишь на пляже, у тебя хорошее состояние, хорошее настроение. Из минуса ты переходишь в ноль, а потом у тебя появляются планы, появляется энергия, ты лучше спишь, по утрам встаешь в хорошем настроении, полный свежих идей, мыслей. Это разгрузка. Так вот. Самое интересное то, что все это делается на основе тех инстинктивных действий, которые ты сам в жизни делал. Ты дрожал на морозе, похлопывая себя. То же самое делается хлёст. То же самое, когда тренируют попсов, он им подсказывает, тренер, делать его так, чтобы разжать, скованный, снять зажимы. То же самое делают, допустим, актёры перед выступлением. Раньше они выпивали 50 грамм для храбрости, а теперь ты включаешь эндорфин. Потому что, когда ты делаешь синхронизирующие движения, а для этого нужно думать, о чём думаешь, а не о том, как это делать. Там другая парадигма внимания. Там всё об этом я говорю. В роликах на ликбезах, там в книгах у меня. Ну, ты спрашиваешь, какую книгу лучше читать. Ну, конечно, самую последнюю лучше. Там опыт предыдущих встреч с читателями. Там моя практика многолетняя, как психолога, психотерапевта, как рефлексотерапевта. Повторяю, иногда подсказываю, какие точки нажимать и так далее. Самую последнюю книжку. Перед этим книжку можно почитать. Перед этим, перед этим, перед этим, перед этим во всех книгах читающий найдёт для себя материал, который поможет ему и тебе в данном случае поможет снимать стресс. А в последних книгах уже использовать энергию стрессового напряжения по своему усмотрению, как стресс-трамплин для решения тех задач, которые тебе казались недоступными. Все достаточно просто, потому что это все основано на твоих природных инстинктивных действиях, которые ты и так делаешь, без всякого ключа. Но в ключе это подано. В осознанном мною виде ты применяешь эти инстинктивные действия сознательно и таким образом сам обретаешь осознанность, развиваешь креативность мышления и научаешься управлять своим состоянием в любое время и в любом месте. Поэтому, когда ты выходишь ко мне и задаёшь вопрос, а с чего начать, я же не знаю, какие у тебя проблемы. А вот когда ты говоришь, я хочу сначала их выучить, но не знаю, когда я их делаю, я правильно делаю или нет, поэтому есть Zoom, я тебе ещё раз говорю. Поэтому, в конце концов, есть даже Skype после 7-8 вечера, у меня Skype индивидуальный, но туда надо выходить с вопросом конкретным по существу. А вот чтобы с чего начать, пожалуйста, смотри ролики. Они, как я сказал, многотемны. Там и создание науки человечности, а наука человечности это то, чего раньше в мире не было, но всегда об этом мы говорили, что надо быть человеком, оказывается быть человеком, развивать определенные качества. А эти качества как раз таки у тебя начинают развиваться. Когда ты начинаешь верить в свою правоту, в своё творческое начало, когда ты научаешься, подбирая эти приёмы для себя, там по критерию, который дал, и правила, и принципы, и их применение, ты начинаешь быстро развиваться. Начинается саморазвитие. Называется личностный рост. Там и техники работы с подсознанием, там много чего есть, и поэтому я тебе желаю счастья, здоровья, что ты преуспевал. Заходи в нашу школу человек будущего, который называется хомофитобус. Да, у тебя всё получится. Просто отдельно взятый приём, когда ты берёшь, не зная, до чего он тебе нужен, и просто, когда ты его применяешь и проверяешь, получается у тебя или нет, пока ты это не проверишь в жизни, например, ты это делаешь для того, чтобы лучше спать. Или, например, ты это делаешь для того, чтобы снять экзамен. Или ещё для чего. Тогда понятно, для чего. Потому что ты делаешь несколько раз перед сном, например, шёлтай-болтай, как покачивание на руках у мамы, бай-бай, потом ложишься спать, и делаешь так два-три дня, и смотришь, сколько тебе минут лучше было делать, десять или пятнадцать. И так, сопоставляясь с реальностью, ты сам вырабатываешь вся понимание, как их применять. Или перед экзаменом. Поделаешь один раз, вот так, пойдёшь на экзамен, потом в следующий раз поделаешь, и начнёшь чувствовать, как, когда применять, в каких ситуациях. Без жизненной практики, без проверки жизнью, просто вот так выучить, как два-три дня, а только потом применять. Это сложно. Поэтому сразу проверяю в жизни. Сразу начинаю применять эти приёмы в стрессовых ситуациях, или до них, или после них. И ты сразу начнёшь чувствовать, как их правильно делать. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok